Здравствуйте, в эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В Центральном парке Черкеска масштабная реконструкция. Появится светомузыкальный фонтан, пешеходные дорожки и много лавочек. Почти 78 тысяч человек уже привились в Карачаево-Черкесии. Прививочная кампания продолжается, только коллективный иммунитет победит ковид. О чем говорят раскопки и что предстоит узнать? Гость программы Виктор Шкаидзе об археологических находках. Глава Карачаева Черкесской республики Рашид Тимрезов объявил 20 июля праздник Курман-Байрам нерабочим днем. В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать этот день работу с учетом реальных возможностей облегчения занятости рабочих и служащих. Работа 20 июля компенсируется предоставлением другого дня отдыха. В Черкесске приступили к реконструкции центрального парка. Ведутся работы по демонтажу старой плитки и установлено раннего фонтана. По проекту, который поддержало большинство жителей республиканского центра, в парке появится современный светомузыкальный фонтан. Горожаник проголосовали также за пешеходные дорожки, вымощенные плиткой, достаточное количество лавочек и урн. Яркое освещение. Все эти пожелания при проведении ремонтных работ будут учтены. В целом, концепция парка не изменится. Будут сохранены все деревья. Более того, пройдет дополнительная высадка. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем выступлении с докладом-посланием перед Народным собранием Карачаева-Черкесии отметил, что в республике продолжается работа, направленная на повышение удовлетворенности жителей качеством городской среды. Какое мнение у жителей Черкесии по этому поводу строительства нового фонтана, мы узнаем прямо сейчас. Для горожан это, конечно, хорошая новость. Нам всегда хотелось, чтобы у нас было побольше хороших перемен в нашем городе. У нас уже есть перемены, но, конечно, чем больше, тем лучше. Это будет добавлять больше радости для наших детей и для нас самих. Мы ждем парка, самое, так сказать, красивое место было для жителей Карачаева-Черкесии. Так что парк, я говорю, тут самое любимое место. Раньше было вообще, тут танцы были. Помните, парк жил, парк просветал. И было любимое место, чтобы мы так и на фото сфотографировать можно было, и в журналах печатать. Вот в Черкесии такой парк построили. Установилась жаркая погода. Будут ли осадки, поведают нам синоптики. Редактор субтитров А.Семкин В Карачаево-Черкесии уже 77 756 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса. Активно идет вакцинация и вторых компонентов прививки. О прививочной компании в Черкесске расскажет Руслан Каркмазов. Второй компонент вакцины дают в новом корпусе поликлиники на втором этаже. В день сюда приходит более 100 человек. К концу дня народу поменьше, поэтому ожидания в очереди не более 10 минут. У меня антител было ноль. Прививку от гриппа. Никогда не делал. Аллергии. Нету ни на что. Сегодня допуск вакцинации дает доктор Фатима Ижаева. А вы сами прививку делали? Да. А какую? Спутник, конечно. Тоже спутник? Я же в возрасте. А что, вы пожилым? Да, пожилым тоже. Ну, вы, в смысле, хорошо выглядите? Да, 65 лет. Ой, машааллах. Доктор советует после вакцинации не ходить в баню и сауну, а в ванной не злоупотреблять мочалкой. И воздержаться от праздничных застолий. Алкоголь не пить? Алкоголь не пить. А сколько вообще можно не пить после прививки? А вообще желательно три недели не принимать, пока антитела не выработается. От Фатимы Ижаева идем к Фатиме Шаковой. Вот она, набирав шприц, вакцину, спутник и легким движением делает прививку. Все? Пожалуйста. Через две недели в госуслугах сформируется сертификат о вакцинации. И с этим документом можно поехать на курорты. Руслан Куркмазов и Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия. В Нижнеархыском Аландском городище археологи Российской академии наук совместно с научно-исследовательским институтом Высшей школы экономики и Института Востоковедения изучают захоронения, найденные на территории древних аландских храмов. И сегодня гость программы, начальник Нижнеархыской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Виктор Шхаидзе. Он расскажет о целях данной экспедиции, о том, какие находки были найдены в трех аландских храмах. Алихан Лепшоков продолжит тему. Виктор Николаевич, для начала хотелось бы узнать, откуда появилась идея проведения археологических экспедиций в Нижнем Архызе. Это храм. Внутри мы вскрыли погребения. Погребения актиторов, судя по всему. Те, кто был заказчиком постройки этого храма. Так как это христианская церковь, погребения, совершенные по христианскому обряду, обычно никаких вещей в могилы не кладется, как и ранее, в средние века, когда существовала ланья. Так же, как и сейчас. И поэтому, конечно, что мы нашли? Ну, масштаб на ходах достаточно маленький. Вот зеркало, бусы, браслет. Ну и снаружи, к сожалению, пока мы ничего не нашли. Но, собственно говоря, мы к этому и не стремимся. Просто потому, что есть, опять же, различные методы. И, помимо всего прочего, это не только археологические работы, это еще и архитектурные. Как известно, помимо раскопок, археологи проводят различные исследования, изучают ДНК, кости захоронений. Вот расскажите, как это все происходит и что мы можем узнать из истории данных захоронений? Это наша основная задача, а не найти какие-то там побрякушки. Это, конечно, тоже неплохо. И все вещи, которые, конечно, мы находим, мы сдаем в республиканский музей. Они рано или поздно будут выставлены в экспозициях. Это все понятно. Но вот именно ремесло, скажу так, ремесло археолога, ремесло историка. Вернуть этих людей, хотя бы какую-то информацию, которую мы можем получить, сейчас вернуть ее обратно. Мы прекрасно понимаем, что простых людей в храме хранить не будут. Это элита этого общества, этого города. Название, опять же, которого мы не знаем. Это высший слой. Непростые бедные горожане. То есть это вот элита, которая проходит внутри храма прежде всего. Ну и вокруг тоже, соответственно, не бедные люди. Что мы уже знаем? Во-первых, самый старший, самый возраст похороненных, это 49 лет. Жили они недолго. У них была масса болезней при этом, при всем. Это вот, опять же, повторю, средние века, 10, 11, 12 века, средневековье, когда этот город существовал. Столица Алании. Виктор Николаевич, как Вы считаете, изучая все эти останки, которые Вы нашли в этих захоронениях, можно ли считать, что нынешние жители республики являются потомками проживавших здесь аланов? Безусловно. И это я скажу категорически. Потомки Алана – это не только осетины. Потомки Алана – это, в частности, чеченцы, ингуши, балкарцы и карачаевцы. Это совершенно не может быть подвержено сомнению. Мы не имеем права говорить, что Алана – это предки только осетинов. Нет, это категорически не так. Алана, ингуши, немного чеченцы, балкарцы и карачаевцы – это потомки Алана. В завершение хотелось бы узнать, каков будет итог данных исследований и проводимых экспедиций на этой территории. Все немногочисленные вещи, которые мы найдем, мы, конечно же, зададим. Мы их опишем, нарисуем, сфотографируем и так далее. Все будет сдано в Карачаево-Черкесскую исполнику, в музей местный. Антропологию Кости мы увезем в Москву, чтобы антропологи изучали, даже какие-то моменты отправляются за рубеж, чтобы ДНК-анализ проводить и всякие такие моменты. В самом храме мы, конечно, все снивелируем, все будет снова засыпано. Возможно, туристы смогут, конечно же, здесь ходить и восторгаться этим храмом, но мы очень надеемся, что рано или поздно либо в республике, либо в Российской Федерации найдутся деньги на реставрацию этого храма изнутри, чтобы он приобрел такой же облик, как северный храм. Потому что это средний зеленчужский, а еще северный, который реставрирован там, ничего не требуется, он раскопан. Но вот хотелось бы нам, чтобы он пришел к этому состоянию. Спасибо вам, Виктор Николаевич, за нашу такую беседу и желаем вам успехов в вашем исследовании. Свой профессиональный праздник, День Российской почты, отметили люди, которые уже не одно столетие, а связывают необъятные просторы нашей огромной страны. В Управлении Федеральной почтовой связи по Карачаево-Черкесии прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. Среди работников выявили лучшего почтальона республики. С победительницей конкурса познакомился и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Лучшим почтальоном Карачаево-Черкесии в этом году стала Асиат Быттаева, почталем первого класса главпочтамта Черкеска. Работает Асиат лишь второй год, но за небольшой промежуток времени она сумела стать настоящим профессионалом своего дела. О высоком уровне не только компетенции, но и простых человеческих качеств, свидетельствует и отзывы горожан на доставочном участке, куда ее назначили полгода назад. Она очень вежливая, чуткая, всегда готовая прийти на помощь, грамотная. Побед в жизни у нее, чтобы было очень много. Я ей сердечно, от души желаю. Цель конкурса профессионального мастерства – стимулирование роста навыков сотрудников. Состязания включали в себя выполнение теоретических мастер-классов, а также проверку практических компетенций. У нас очень хороший командный дух. Когда мы выбрали посредством конкурса «Быттаева Асиат», все почтальоны ей помогали, подсказывали, то есть всем миром ее обучали, то есть все за нее очень рады. Сама Асиат Быттаева, говоря о своем завоевании, с простудушной скромностью резюмирует, что эта победа была среди равных. Следовательно, судьба мне ее преподнесла авансом, признается почтальон. Это было для меня большой неожиданностью, я не ожидала, потому что там все девочки очень грамотные, которые много лет уже работают почтальонами, и я думаю, что мне просто повезло. На вопрос, чем же привлекла молодую девушку профессия почтальона, Асиат отвечает, что эта работа позволяет ей всегда находиться в движении, тренировать свою память, общаться с разными людьми и обогащаться духовно. Ведь у каждого человека свой собственный внутренний мир. А приятным бонусом ко всему этому является еще и то, что за это платят зарплату. Ахмад Халкесчев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною шлют. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Доброе лето! Доброе лето! Сколько тепла в нем и сколько в нем света! Лето стучится к нам в окна с утра! Вставайте, твора! Вставайте, утята, гусята, телята! Я всех вас умою водою речною и солнцем согрею. Растите скорее! В эфире Радио России. Карачаева, Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте Радио России Карачаева, Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Субтитры создавал DimaTorzok